Послание Отца Абсолюта от 11 августа 2023 года От коллективизма к соборности Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о том, какие приобретенные в трехмерном мире качества вам предстоит развить на новой земле пятого измерения. И на этот раз речь пойдет о присущем человеку чувстве коллективизма, который в мирах более высоких измерений представлен скорее как соборность. В чем состоит отличие первого от второго? В трехмерном мире коллективом принято называть сообщество людей, объединенных по каким-либо практическим, материальным потребностям, чаще всего профессиональным. А соборность подразумевает под собой также и духовное единение. И если в коллективах, как правило, существует иерархия, то соборность основывается на полном равноправии всех членов сообщества. Поэтому по мере того, как вы будете продвигаться сначала в четвертое, а затем и пятое измерение, будет меняться, повышаясь в вибрациях, и ваш дух коллективизма, пока он прочно не закрепится на отметке единства, равенства и братства. На самом деле прийти к этому не так просто, как кажется на первый взгляд. Поскольку в сознании многих людей прочно закрепились стереотипы иерархического построения любого сообщества людей. Многие уже просто разучились думать самостоятельно и действовать без указаний свыше. Кроме того, в коллективе всегда можно переложить ответственность на другого, спрятаться за чью-то спину, обвинить кого-то в своих ошибках, поскольку в любом коллективе мира третьего измерения процветает дуальность во всех ее проявлениях. И тем не менее, даже такой опыт может оказаться весьма полезным на новой земле, поскольку он способствует приобретению тех или иных навыков, в данном случае умения жить и работать в коллективе. Но, конечно, в пятое измерение вам предстоит взять с собой только конструктивные навыки коллективизма. Каковы же эти навыки? Первое. Умение выслушивать и принимать мнения других, чтобы на основе совокупности всех мнений находить затем оптимальное решение. В мире пятого измерения, где сознанием человека управляет душа, а не его эго, сделать это будет несложно. Второе. Умение поступить со своими личными интересами во благо общего дела. В трехмерном мире такое качество встречается нечасто. В мирах же более высоких измерений это станет естественным качеством каждого человека, поскольку основным посылом любой его мысли, любого его действия будет уже знакомая вам установка на высшее благо всех. И третье. Сотворчество, позволяющее забрать воедино сильные качества каждого члена коллектива. Но возможно это только в том случае, если каждый, вместо того, чтобы тянуть одеяло на себя, что нередко случается в трехмерном мире, начнет щедро делиться своими знаниями и умениями с другими, тем самым добавляя свою лепту в общее дело. В результате все деструктивные подсознательные программы, свойственные дуальному миру, начнут постепенно уходить в прошлое, а положительный созидательный опыт коллективной работы, приобретенный вами на протяжении веков, ляжет в копилку коллективного сознания обитателей пятого измерения. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения